Всем приветик! Сегодня хочется рассказать про свадьбы. У меня был такой вопрос в запросах про английские свадьбы. Значит, вопрос был такой, во-первых, ну расскажите просто про английские свадьбы, да, и еще есть ли там разница между церковной церемонией и, значит, светской, и является ли одна или другая важнее, там, насколько та и другая, там, в общем, несут юридический смысл. Вот, значит, сейчас расскажу, как тут есть. Вот в России у нас только, когда вы регистрируете в ЗАГСе, да, свой брак, то это несет как бы законную силу, вот, а вот этот церковный брак, он уже заключается, соответственно, венчание, да, после того, как вы расписались в ЗАГСе. Вот, а здесь в Англии не так. Здесь вы можете зарегистрировать свой брак в, ну, так называемый register office, да, то есть это, как бы, ну, я не знаю, что это, ну, типа нашего ЗАГСа, да, где регистрируются, в общем, браки, там, рождение. Или, если вы религиозный человек, вы можете зарегистрировать свой брак в церкви. Основная здесь самая такая церковь, это англиканская, и на этот случай у церкви есть лицензия для того, чтобы они могли регистрировать браки, и вот эта вот церковная, как бы, церемония, она несет такую же законную силу, как и, ну, как и светская церемония, да. Кроме того, многие другие протестантские церкви имеют такие лицензии, вот, то есть просто по сути, если вы, например, ходите в какой-то церковь, посещаете, то вам просто нужно узнать, есть ли у этой церкви лицензия на то, чтобы регистрировать браки. Единственное, что здесь нужно дополнить, что это справедливо, когда те, кто собираются пожениться, они либо граждане Великобритании, либо, там, граждане Евросоюза, то есть они имеют законное основание здесь жениться. Если какие-то другие, например, основания пребывания человека здесь в Англии, ну, например, просто туристическая виза, кто-то приехал и решил пожениться, да, то церковь нет, она не будет, как бы, связываться с этим и отправит вас за разрешением в, за разрешением вас вот в этот registry office, да, и за тем, чтобы вы регистрировали брак там. Потому что в последнее время здесь, как бы, более и более строго с этим стало с тем, чтобы вот нелегальные иммигранты там, да, не пытались здесь, не пытались здесь получить, как бы, легализацию какими-то такими путями с помощью, там, женить, да, фиктивных браков тоже. Вот. И нередко тоже можно читать даже такое, что, например, вот этот местный ЗАГС, даже мы, когда женились, то мой муж спросил, если я приеду как турист, могут ли они нас расписать, и они сказали да. Вот. Но при этом есть такой закон, что если им кажется что-то подозрительным в документах, то они сообщают об этом в home office, то есть это вот эта миграционная служба, которая выдает визы, и home office может связаться с полицией и могут вас арестовать. И при том, что ЗАГС вас, в общем, согласился расписать. Вот. То есть нередки такие случаи уже были несколько, когда в газетах даже писали, когда, например, пригласили гостей, приехала невеста там в свадебном платье, жених, и в это время вдруг прямо на церемонию пришли, в общем, там представители home office и полиция, и заковали их в наручники и увезли, вот, за то, что они не как бы, ну, либо нелегально тут находились, либо не имели права тут жениться, то есть для этого есть специальная виза для того, чтобы жениться. Вот. Поэтому надо с этим быть, конечно, очень аккуратным. Ну, и что касается самих свадеб, есть ли разница между, значит, тем, как это происходит в России и тем, как это происходит в Англии? Конечно же, есть. И это связано, конечно, с менталитетом тоже, потому что англичане, они, в принципе, не так спонтанны, как русские люди. Вот. И поэтому, во-первых, они рано не женятся, да, то есть у них это серьезный там какой-то шаг, это не так, что влюбился и поженился, да. Вот обычно здесь уже так за 30 здесь женятся, да, потому что до этого у них план, там, университет, карьера. Вот. И кроме того, сама свадьба планируется очень-очень заранее. Вот, например, сейчас я сижу на Лавандовом поле, и там внизу, при входе в поле, есть такие, значит, места, где можно отметить свадьбу, на самом деле. Очень мне понравилось. Там стоят такие шатры, и когда закрывается поле для туристов в 5 часов, то можно здесь отметить свадьбу, и по Лавандовому полю гулять с гостями, и вот, в общем, тут темнеет, закат, такие фонарики они развешивают, очень красиво. Я когда это увидела, я подумала, о, как круто, можно здесь что-то организовать. Ну, не свадьбу, но что-то. Зашла к ним на сайт, и там было написано, что да, мы, значит, приглашаем здесь свадьбы отмечать, вы можете, ну, посмотреть там прайс-лист, то есть я пятое, десятое. Я зашла к ним, и там было написано, мы, к сожалению, но мы забронированы, значит, как свадебное, вот это вот место проведения свадеб, мы забронированы на три года вперед. Вот, то есть вы представляете себе, чтобы вы планировали, где отмечать свадьбу за три года? Я нет, да? Ну, вот в Англии, не знаю, к сожалению, не к сожалению, такое и есть. Вот, и поэтому, да, за год англичане уже планируют, что и как, когда они будут отмечать, за год вам пришлют приглашение, и за год вас попросят ответить тоже, придете ли вы или нет. В общем, сидеть мне стало жарко, поэтому я решила пойти вниз, и заодно закончить историю про свадьбу. Значит, что касается того, как отмечается сама свадьба, тоже сильно отличается, потому что все-таки у нас, у русских людей, ну, я не скажу за все свадьбы в Англии, за все свадьбы в России, но часто есть такой подход, что на свадьбу как бы тратится очень много денег, как бы там чуть ли не последние, но при этом от гостей ожидается, соответственно, что они подарят тебе такие серьезные какие-то весомые подарки или деньги, чтобы эта свадьба там окупилась, да, некоторые так и говорят, свадьба там окупилась, свадьба не окупилась, да, ну или даже типа там на свадьбе заработали, на свадьбе не заработали. Вот здесь в Англии как бы такого нет, ну, у меня прям нос такой, белый нос от солнца. А еще сама свадьба, конечно, тоже по-другому немножко выглядит, чем в России, да, потому что в России обычно так, на роспись приглашаются все, ну, потом там катание по достопримечательностям или фотосессии, и потом уже в ресторан приглашаются близкие, да, ну или там друзья, а здесь немножко наоборот происходит, значит, утром на церемонию бракосочетания приглашаются наоборот только избранные, ну, там близкие и друзья, и потом после этого так называемый есть wedding breakfast, не знаю, почему назван он breakfast, он по сути на самом деле обез, вот, и да, он как раз для вот этих близких, которые были на церемонии, ну, потом, возможно, фотосессия там или что-то, а вечером уже в ресторане там есть такой wedding reception, то есть это танцульки и выпивульки, ну, и там резание, первый танец и свадебный торт. И вот там как раз уже происходит вот эта вся основная движуха, куда приглашаются все гости, близкие и не близкие. Но интересное отличие заключается в том, что там нет такого, ну, вот именно обеда, там шведский стол и часто достаточно такой скромный, ну, может, у кого-то не скромный, зависит от бюджета, от финансовых возможностей семьи. Вот, и на столе обычно первая бутылка шампанского она предоставляется, да, бесплатно, для того, чтобы там тосты сделали или речи сказали. Вот, а потом весь алкоголь уже гости покупают сами в баре, сами платят за свой алкоголь. Вот, и это, конечно, встречает недопонимание со стороны русских людей, потому что они говорят, вот по нашему русскому, да, менталитету, как это так. Я потратился на подарок, приехал из другого города, заплатил за гостиницу, ребенка оставил с няней, заплатил за няню, потому что написали без детей, приехал и мне сказали, что алкоголь платный. Вот, ну, не знаю, вот мне кажется, что англичане, они как-то к этому так относятся, они сами не хотят напрягаться и других не хотят напрягать, потому что, например, в отличие от русской свадьбы, от вас не ожидаются никакие дорогие подарки. Ну, если у нас, например, принято дарить там какие-то круглые суммы, там 100 евро или там 5000, да, то здесь 20 фунтов можно подарить и двумя мятыми бумажками там, да. Вот, ну, то есть приглашение иногда может быть написано, что мы вас приглашаем, подарков не надо, но если хотите что-то подарить, то добавьте нам на медовый месяц и сумма может быть достаточно скромная, такая достаточно символичная. Вот, поэтому, в общем, в этом такая вот разница. Ну и по поводу платного алкоголя, не знаю, одна моя приятельница, она так сказала, что может быть и лучше, что платный алкоголь, потому что когда тебе на столе поставлено уже и все оплачено, то у тебя больше вариантов, что ты переберешь, когда ты сам покупаешь и платишь, то будешь, может быть, скромнее. Вот, ну и соответственно тоже интересно, что поскольку в баре, да, ты покупаешь алкоголь, то пиво, да, многие пьют на свадьбе пиво, в России это не принято, по-моему, стандартно. Там водка, наверное, коньяк, может быть, вино, шампанское, да, не видела, чтобы на свадьбах пиво пили, на столах стояла, как бы не свадебный напиток считается, вот здесь по-другому, ну, Англия. Ну, не скажу, что все свадьбы, конечно, так отмечаются, наверное, возможны варианты, так же, как не на всех русских свадьбах, обязательно там с караваемой, с хлебом, с солью встречают, и дурацкие конкурсы, тоже бывает по-разному, да, но, наверное, общий какой-то принятость, стандартный вариант свадеб такой, вот как я рассказала, вот, ну, на этом, наверное, все про свадьбу, а еще можно добавить, что цветы не дарят, цветы не дарят, не приняты, не знаю, почему цветы дарят на похороны, в больницу, если, цветы дарят на, в основном, на такие какие-то печальные, как я заметила, события, там, на болезнь, на похороны, вот, на свадьбу не принято почему-то здесь дарить цветы, и, да, нет тамады с дурацкими конкурсами, вот, но в остальном, наверное, в общем, так вот, как я рассказала, расскажите, если вы были на английской свадьбе, как это у вас было, так как я рассказала, или по-другому, тоже очень интересно. Все, на этом, наверное, все, мы пойдем дальше гулять, дышать лавандой, ну и все, вам всем тоже счастливо, хорошего дня, хорошей погоды и хорошего настроения!